Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис Кочерга. Короче, начнём по порядку. Сидишь такой, пьёшь кофе, настроение у тебя зашибись. Вот. Вроде всё хорошо. Настроение супер. Смотришь какой-нибудь классный момент из Дорамы, который ждёшь, все серии. Это, кстати, магистр дьявольского культа. Вообще, шикарная Дорама будет. Ну, она ещё не полностью вышла. Вот, есть аниме. Ну, короче, соль не в этом, дорогие друзья. Тут мы сидели с другом, у меня сегодня пили тоже чайок, кофеёк, короче. И с 1 ноября, ребята, вышла не очень хорошая новость, которой я хочу вас не особо обрадовать. Какая новость? В России вступил в силу закон об автономном рунете. Вроде бы, слышали подобное, да? Но прикол в том, что он начал действовать. То есть, понимаете, что за херня? Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование от Роскомнадзора. То есть, понимаете, эти чувачки уже начали не только контролировать сайты, но теперь все операторы телефонов должны, будут, короче, подключить эту херню на свои сети. То есть, это... Простите, это что? Я должен буду без своей воли делать то, что мне говорят? Как послушную кошку, что ли? Второе. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. То есть, это жесть. И, понимаете, оборудование будет фильтровать трафик трафик. Но это еще фигня. Ограничивать доступ к запрещенным ресурсам. То есть, если Роскомнадзор посчитает, что этот сайт пиратский или запрещенный из-за какой-то одной ситуации, фактора, то все. И я не понял, что тогда будет? Мы будем лазить по каким-то культурным сайтам? Литернатурным, что ли? Я просто не могу это понять. Это уже просто приходится в какой-то бред. То есть, я даже не знаю, что это будет, как это вообще будет происходить, но это еще не факт всего, то, что дальше. То есть, появится реестр точек обмена трафиком и ограничения на подключение сетей связи к таким точкам. То есть, будет полный контроль. И владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях. Извините меня, твою мать, в каких жопу учениях? Понимаете? Учениях. Раз в год. Каких нахрен учениях? Какое участие? И прикол. К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен. Они будут вручную создавать доменные имен. Имена. Я не знаю, что это за чуваки. И вообще, я уже просто не знаю. У меня просто, понимаете, хиппиш. То есть, все. Забудьте о няшечках. Забудьте даже об эротике определенной или даже поверхностной. Больше вы этих цыпочек просто не увидите. Да, посмотрите в них последний раз, потому что, если все разъединиться от американских сайтов будет полный пипец. Сейчас объясню в чем. Это первое, что настораживает, что может быть. Начнем. YouTube. Да, дорогие друзья, я не знаю, что насчет YouTube России, но YouTube в Америке, он американский, он не российский. Я даже не знаю, что произойдет, когда перестанет быть YouTube. Если не будет YouTube Россия, так как это подразделение YouTube, то что будет с блогерами? С блогерами, то есть, понимаете, взять хотя бы купленного, мармока, но мармок, он на западе, ему-то похер, в принципе, та. Вот. Но что будет с остальными сайтами, именно русскими, взять реанимедию, популярный сайт перевода на русский, ребята, аниме, просто, понимаете? Я вообще не понимаю, какой удар будет по индустрии в целом. Это просто будет просто какая-то херня. Мы будем, блядь, извините, просто я не мог сказать один мат, просто понимаете? Смотреть большую разницу, смотреть Малахов плюс, смотреть что-то русский, какой-то шлак, это первое, извините, это первое, с чем придется столкнуться нам, если это будет в начале следующего года. И Америка разъединит все сервера, удар придется по инстаграму. Люди не будут больше заходить в инстаграм и выставлять свои слащавые фоточки. То есть все, халява закончится, пейте кофеек и читайте книжки. И то, я молчу про книги, на которые возложены рейтинг и авторские права, это уже другой разговор. Я просто в шоке, что произойдет с нашим интернетом рунет. Серьезно? Это реально просто трындец. Поехали дальше, ладно. Мы будем сидеть, знаете, где мы будем сидеть? Я даже, да, мы будем сидеть в одноклассниках, мы будем сидеть в русских сетях, будем сидеть в гугл, ой, какой гугл в Яндексе? Наш любимый глюченный в жопу Яндекс. Да, мы будем сидеть в Яндексе и пить гребаный кофе. Просто понимаете, вот это примерно моя такая же рожа, когда я это представлю. То есть, что нам останется делать? Вот, действительно, у нас останется что? Этот телеграмм, хотя я уже не уверен, что это русская программа, хотя, в принципе, русский чувак ее сделал, программист, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И ладно, допустим, телеграмм. Окей. Ватсапа не будет. Да, ватсапа не будет. То есть, в итоге, у нас не будет инстаграма, у нас будут одноклассники, не будет ютуба, будет, я не знаю, что альтернатива ютубу будет, ребята, альтернатива ютуба. я просто не понимаю, какой удар подстоит под блогером тот же Куплинов, да, даже не брать его, блин, ну, всех, кто просто...